Из-за новой волны распространения коронавируса в крае закрываются некоторые школы, переходят на дистанционное обучение десятки классов. Как работают в условиях пандемии образовательные учреждения района, сколько педагогов привиты от ковида и почему сегодняшняя эпидситуация диктует проводить массовую вакцинацию, нам рассказала начальник управления образования Елена Щурова. Вакцинировалась я весной 2021 года, спустя полгода после перенесенной болезни. Вакцинировалась, несмотря на высокий китр антител, много споров и разговоров идет в народе по этому поводу, но между тем мной было примет решение, что пора вакцинироваться, полгода прошло и, естественно, была сделана вакцина. Вакцинацию я принесла хорошо, и первую, и вторую. Реакция была только на первую прививку, температура была 37,2, ну и отсюда, наверное, какая-то сонливость и вялость была. Но, в принципе, чувствовала себя неплохо. После проведения вакцинации никаких побочных действий я не заметила на своем организме. Почему было принято такое решение? Ну, в первую очередь, наверное, сыграло то, что все-таки переболела коронавирусная инфекция, болела достаточно тяжело, и испытывать опять такой стресс на организм, наверное, не захочется никому. Ну и основное, конечно же, все-таки у меня есть ребенок, у меня есть семья, мы по работе очень часто и много контактируем с нашими коллегами, и не хочется брать на себя ответственность за их жизнь и здоровье. Тот коллективный иммунитет, который создает всеобщая вакцинация, все-таки приведет к тому, что санэпидситуация в стране будет выравниваться. И нужно понимать, что вирус никуда не денется, нам просто нужно научиться с ним жить, и вакцинация – это основной способ обезопасить себя и своих близких. Первое, что хотелось бы сказать, это каждый, кто работает в сфере образования, должен вакцинироваться. У нас сейчас на данный момент 94% всех вакцинированных. Нужно обратить внимание на то, что сейчас начали болеть дети. На сегодняшний день у нас закрыты три класса на самоизоляцию, потому что есть заболевшие дети. И дети начали болеть достаточно сложно, чего в прошлом году мы не наблюдали. И, естественно, родители, которые отказываются от вакцинации, общаясь у себя на работе, могут принести вирус домой. Ребенок заболевает дома, приходит в классный коллектив и подвергает опасности и себя, и своих одноклассников, и педагогов. Наши педагоги сделали все для того, чтобы приходить в коллектив здоровыми, а не вакцинированными. Продолжение следует...